Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Григорьев Андрей Юрьевич, и сегодня мы с вами разберем такую тему, как диагностика, ранняя диагностика опухоли гипофиза, хирургический взгляд. Ну что такое гипофиз? Здесь приведена картинка, что такое гипофиз. В общем, он напоминает вишенку, находящуюся в турецком седле. Хотя по значимости и по той функции, которую он выполняет, он больше напоминает, наверное, царя, сидящего на троне, поскольку он управляет всеми железами внутренней секреции. Он состоит из двух долей, ну вообще из трех, но в целом мы говорим из двух основных долей, передней и задней. Это небольшого размера. Передняя доля секретирует ряд гормонов, которые представлены на экране. Задняя доля также секретирует два гормона, которые не менее важны для человеческого организма, нежели то, что секретирует передняя доля. А вот те органы внутренней секреции и органы просто, на которые воздействуют гормоны гипофиза и которые подчиняются его командам. Что же такое аденома гипофиза? Это опухоль, которая развивается из передней доли гипофиза. Она является, как правило, доброкачественной. В очень-очень редких случаях она является злокачественной, поэтому эту ситуацию мы даже не будем рассматривать. Так вот выглядит опухоль гипофиза, аденома гипофиза, в сагитальном разрезе человеческой головы. А так мы видим ее на снимках МРТ. Мы видим фронтальные и сагитальные снимки. Она может быть разного размера, она может быть разной плотности и она может распространяться в разные стороны. И как раз в зависимости от того, куда она растет, как она распространяется, возникает та или иная симптоматика. И об этом мы сегодня коротенько коснемся. Проблема достаточно актуальна. Частота встречаемости 10-15% среди всех интракраниальных новообразований. И примерно третье место среди первичных интракраниальных опухолей. По данным аутопсии у людей пожилого возраста, аденомы гипофиза встречаются приблизительно в 20-25% случаев. То есть у каждого четвертого пожилого человека может развиваться такая опухоль. Развиваются они, как правило, у работоспособного населения, независимо от пола. И самое неприятное то, что они вызывают высокую инвалидизацию при гормонально активных формах, при гормонально активных аденомах или при аденомах большого размера и требуют высокозатратных методов лечения. Как действует аденома гипофиза на организм? Ну, прежде всего, при увеличении ее размера, здесь все представлено, она сдавливает окружающие ткани. Прежде всего, это сам гипофиз. Она может расти в разные стороны. Вверх, так называемый супраселлярный рост. Вниз, так называемый инфраселлярный рост. Это может быть латероселлярный рост в сторону, где находятся кавернозные синусы, сонные артерии, глазодвигательные нервы. А могут быть сочетания различных вариантов роста. И тогда симптоматика предстает перед нами во всей своей многогранности. Но и одна из важных вещей – это гормональная активность. Опухоли могут секретировать в повышенном количестве те гормоны из тех клеток, в которых они образуются. И это также приводит к изменению человеческой внешности зачастую и других органов и систем. Итак, начнем с самых маленьких аденом, микроаденомы. Это опухоли, которые имеют размер до 1 см в диаметре. Далее они делятся на небольшие, средние, большие и гигантские. Они могут распространяться и находиться как в полости турецкого седла, если это микро или небольшая аденома гипофиза. Но также они могут распространяться и за его пределы, так называемый экстраселлярный рост. И в этом случае, в зависимости от того, куда направлен рост опухоли, возникает та или иная симптоматика. Гормональная секреция может быть разная, но мы рассмотрим сегодня основные виды гормональной секреции. Это пролактин, секретирующий аденомы, это СТГ, секретирующий аденомы, кортикотропиномы и тиреотропиномы. И частично коснемся гормонально неактивных аденом. Здесь представлена классификация более подробная, чем та, которая была на предыдущем слайде. Вы видите, насколько многогранны формы гормонально активных и неактивных аденом гипофиза. Но не будем на этом останавливаться, поскольку наша задача рассмотреть ту симптоматику, которую вызывают опухоли гипофиза. Как я уже сказал, клинические проявления зависят от ее размера, от направления роста и от гормональной активности. Итак, какое же воздействие может оказывать опухоль на организм? Ну, при увеличении размера, прежде всего, страдает гипофиз. Сдавливается гипофизарная ткань и снижается его секреция. Это приводит к развитию таких состояний, как гипотиреоз, например. Он проявляется повышенной утомляемостью, развитием слабости, сонливости. Может отмечаться выпадение волос, может быть сухость, пожелтение кожных покровов, прибавка массы тела и зябкость пациента. Если у пациента развивается гипокортицизм, то это также проявляется повышенной утомляемостью, слабостью, снижением артериального давления, снижением аппетита и уже не прибавкой, а потерей массы тела. Может снизиться либидо, может развиться гиперпингвентация кожи, могут развиться желудочно-кишечные расстройства, боли в животе при запущенных формах, может снизиться память, ухудшится внимание. Гипогонадизм, название говорит само за себя, это снижение либидо, потенции, фертильности, может нарушаться сон, появляться эмоциональная лоббильность, пациенты жалуются, как правило, на повышенную усталость, на потерю мышечной массы, нарушение цикла, может быть уменьшение волос на теле у мужчин и развитие остеопороза. Это те основные моменты, на которые мы должны обращать внимание при развитии такого состояния. Может развиться и несахарный диабет при сдавлении задней доли гипофиза. И тогда у пациента может быть повышенная жажда, может быть полиурия, нектурия, сухость кожных покровов, уменьшение слюны и потоотделения, снижение артериального давления, слабость головная боль и так далее. Все эти состояния требуют обязательного обращения к врачу. И если вы сталкиваетесь с подобными жалобами у пациента, то их нужно первым делом направить к специалисту, а именно врачу-эндокринологу, чтобы исследовать гормональный профиль. Давайте разберем ситуацию, когда опухоль имеет экстраселлярный рост и начинает расти вверх. В этой ситуации, в этом случае она сдавливает зрительные пути, которые проходят прямо над турецким седлом. В этом случае развиваются зрительные нарушения. Они могут быть как односторонние, так и двухсторонние. И проявляются, как правило, появлением шор, так называемых, когда сужаются боковые поля зрения, и у пациента развивается вот такая битемпоральная гемианапсия. Если опухоль начинает расти вбок, а именно латероселлярный рост, тогда она начинает сдавливать структуры кавернозного синуса. Прежде всего, это, прежде всего, страдают глазодвигательные нервы. И тогда у пациента может развиться двоение, а может быть и в запущенных случаях развиться птоз. И в этой ситуации также необходимо обратить на это внимание и направить пациента уже к другому специалисту, а именно к нейроофтальмологу, который должен оценить поля зрения, оценить остроту зрения. По поводу остроты я бы еще хотел сказать, что в этом случае, поскольку страдает нервная ткань, у пациентов развивается снижение остроты зрения, которое не корригируется очками. Пациенты не могут подобрать себе очки. Но бывают ситуации, неспокойные, так скажем, когда опухоль немедленно растет вверх, а очень быстро увеличивается в объеме. Эта ситуация называется кровоизлияние или апоплексия в аденому гипофиза. В этом случае опухоль увеличивается в размере и происходит очень быстрое задавление тех структур, которым она направлена. Как зрительные нервы, если это супраселлярный рост, так и глазодвигательные нервы, если это латероселлярный рост. И тогда симптоматика у пациента развивается мгновенно. Чуть ли не за, ну как можно сказать, пациент просыпается с утра и плохо видит. Например, такой вариант, если апоплексия случилась ночью. Она может случиться днем, и тогда это будет сопровождаться прежде всего выраженными головными болями. Как будто выстрел в голове или что-то взорвалось. Так обычно пациенты описывают свое состояние. И резкое снижение зрительных функций вплоть до полной слепоты. В этой ситуации такому пациенту нужно направить к другому специалисту. А именно на проведение инструментального исследования компьютерной томографии головы. Где можно выявить увеличение размеров этой опухоли, если пациент об этом знал. Или просто выявить ее наличие с компрессией тех структур, которые ее окружают. И дальше уже направить ее к специалистам-неорохирургам. Но бывают и еще другие коварные ситуации. Эта ситуация называется длинное или короткое расположение зрительных нервов. Это достаточно редкая ситуация. Приблизительно 10% от всей популяции. Когда хиазма может находиться перед турецким седлом в случае коротких зрительных нервов. Или за турецким седлом в случае длинных зрительных нервов. И в этом случае опухоль может развиться до достаточно приличных размеров без зрительных нарушений. И в этой ситуации, конечно же, главным симптомом, который выступает, на который жалуется пациент, это головные боли. И если вы сталкиваетесь в своей практике с пациентом, который жалуется на головные боли, в преимущественно лобно-височной локализации, иногда с давлением на глаза, не поленитесь направить его на магнитно-резонансную или компьютерную томографию головы. А вдруг там такая ситуация? И вы сможете на более ранней стадии диагностировать это образование. И тем самым спасете пациенту не только качество жизни, но зачастую и саму жизнь. Если опухоль растет вниз, то внизу под турецким седлом находится воздушное образование. Так называемая придаточная пазуха носа, основная пазуха. Опухоль может спокойно ее заполнить, не вызывая никакой симптоматики. И пока она не доберется до полости носа, и зачастую пока не будут нарушения дыхания носового у пациента, эту опухоль обнаружить нельзя. И мы сейчас говорим именно как раз о гормонально неактивном варианте, когда опухоль может расти, не секретируя никаких гормонов и не вызывая никакой симптоматики. В этой ситуации, конечно же, главный специалист лор-врач, который при осмотре может увидеть, заподозрить новое образование, сделать биопсию и тем самым помочь диагностировать вот этот вот процесс. Что же насчет гормональной секреции? Основные гормоны, которые мы сегодня разберем, это пролактина, КТГ, ТТГ и соматотропный гормон. Опухоль может продуцировать эти гормоны. И тогда развивается абсолютно разная симптоматика, о которой мы сейчас поговорим. Я специально поставил вам вот такой вот слайд, на котором есть микроаденома гипофиза и макроаденома гипофиза. Я всегда в своих лекциях говорю, как вы думаете, какую из этих опухолей нужно оперировать? И как правило, аудитория говорит, ну вот где опухоль больших размеров, желтого цвета, она обведена, то и нужно оперировать. А маленькая пусть подождет. На самом деле нет. Там, где микроаденома, это активная опухоль, активная гормональная опухоль кортикотропенома, которая вызывает изменения организма. А там, где большая опухоль представлена, это пролактинсекретирующая опухоль. К нашему счастью, в 90% случаев такие опухоли лечатся консервативно агонистами дофамина. Итак, пролактиномы. Какие же симптомы вызывает это новообразование? Симптомы гиперпролактиномии, которые проявляются нарушением цикла, может быть, выделение молозива из молочных желез или молока, это снижение либидо, снижение фертильности. Если опухоль имеет большие размеры, может появиться неврологическая симптоматика, о которой мы уже с вами поговорили, или смешанная эндокринная симптоматика, которая основана на сдавлении окружающих структур, которую тоже мы рассматривали на предыдущих слайдах. Частота встречаемости порядка 40% всех аденом гипофиза. То есть, это самая распространенная гормонально активная аденома. И к нашему счастью, что подавляющее количество этих опухолей можно лечить консервативно. Как диагностировать пролактиному? Ну, прежде всего, это повышение пролактина, подтверждение его. И именно необходимо определение макропролактина или биоактивного пролактина. В нашей ситуации важно повышение именно биоактивного пролактина, который и является действующим веществом на окружающей ткани. Мы исключаем иные причины гиперпролактиномии. Ну, и находим опухоль на визуализационных методах. Вот здесь представлены немножко мелко, но тем не менее, видно причины, другие причины гиперпролактиномии. Их очень много. И задача специалиста-эндокринолога как раз отсечь эти причины и выявить гормонально активную аденому. На МРТ опухоль может быть разных размеров. Это может быть эндоселярная аденома, эндосупраселярная. Принципиально она ничем практически не отличается от других аденом-гипофиза. Лечение, как я уже говорил, агонистами дофамина. Опухоль в кратчайшие сроки может уменьшиться в размере или практически исчезнуть. Что вызывает еще одну тревогу у ряда пациентов, у которых опухоль имела большие размеры и разрушала основание черепа. Можно сказать образно, что опухоль в этой ситуации напоминает затычку в пробке, пробку от бутылки. И при усыхании пробки вино начинает вытекать. То же самое происходит при уменьшении размеров большой пролоктиномы. Она начинает уменьшаться в размерах. И, учитывая разрушенное основание, ликвор, это жидкость, в которой находится головной мозг, начинает вытекать через нос. Такое состояние называется назальная ликворея. Мы видим, при лоросмотре в полости носа появляется прозрачная жидкость. А дальше мы видим как раз вот ту пробку, которая уменьшилась в размере, и дефект основания черепа, через который вытекает ликвор. В этой ситуации такого пациента нужно сразу направить к специалисту-нейрохирургу. Тиреотропиномы. Очень редкая опухоль. Конечно, она чаще, чем гонадотропиномы случается, но тоже редко. И примерно описано с 60-го года, это за последние 80 лет, около 600 таких случаев. Проявляется эта опухоль развитием симптома гипертириоза. Может появиться неврологическая симптоматика, связанная с масс-эффектом, или присоединится другая симптоматика, которую мы уже разбирали. Как диагностировать тиреотропином? Самый главный критерий – это повышение гормона Т3 и Т4 при нормальном или повышенном уровне тиреотропного гормона. Это самый главный критерий, на который надо обратить внимание. И если вдруг вы заподозрили, увидели подобную ситуацию, то вам прежде всего нужно направить пациента к специалистам, а именно на диагностику, проведя ему МРТ или КТ, лучше, конечно, МРТ, мы можем увидеть объемное образование в полости турецкого седла, хиазмально-селярной области, оно может быть разных размеров. И уже после этого направить такого пациента к специалисту, нейрохирургу или эндокринологу. Соматотропные аденомы, частота встречаемости их примерно 25-30%, это вторая по частоте встречаемости из гормонально активных опухолей гипофизов. При соматотропных аденомах секретируется повышенное количество соматотропного гормона и инсулиноподобного фактора роста. Соматотропный гормон, название говорит сам за себя, в организме начинает повышенная пролиферация тканей. Это приводит к поражению сердечно-сосудистой системы, к поражению дыхательной системы, нарушению метаболических процессов, поражению скелетно-мышечного аппарата. Могут быть психические нарушения, рост злокачественных новообразований повышенный. Ну и опухоль может воздействовать как объемный процесс. Внешний вид пациента с акромегалией, он типичен. Здесь представлены картинки из старых учебников. И мы видим справа и слева у пациента акромегалические изменения. А в центре мы видим акрогиганта. Это пациенту, у которого опухоль развилась в молодом возрасте, когда не были закрыты еще зоны роста. И за счет этого он вырос до достаточно внушительных размеров. Как поставить диагноз соматотропной аденомы? Прежде всего, самым главным маркером это является повышение уровня инсулиноподобного фактора роста. Получив повышение этого гормона, можно провести тест, глюкозотолерантный тест, на подавление или, правильно сказать, на отсутствие подавления соматотропного гормона. И таким образом заподозрить соматотропную аденому и направить пациента на магнитно-резонансную томографию. Здесь представлены различные виды соматотропных аденом гипофиза. Мы видим, они могут быть абсолютно разных размеров и воздействовать не только как гормонально активное новообразование, но и как объемный процесс. Кортикотропные аденомы не часто встречаются, но тем не менее в нашей жизни мы периодически встречаем таких пациентов. Кортикотропеномы вызывают гиперкортицизм в организме, а это приводит к совершенно неоднозначной симптоматике, я бы сказал так. Это и развитие стрии, это и центрипитальное ожирение, это развитие мышечной слабости. Может развиваться усталпороз, у детей может нарушаться рост. Это если говорить о специфических проявлениях. К не специфическим может относиться ожирение, депрессия, диабет, артериальная гипертензия, растворство цикла. Вот здесь представлен типичный пациент с гиперкортицизмом. Ну и по секрету вам скажу, что в общем-то эти пациенты страдали аденомой гипофиза, а именно кортикотропеномой. Вот еще пример. Это дети мы видим здесь, задержку роста у мальчиков в погодах, или отставание в росте у сестер-близняшек, которые представлены на слайде по бокам центральной девочки. Как диагностировать кортикотропеному? Ну, хочется сказать, что это самая сложная для диагностики опухоль. И диагностика этого новообразования трехступенчатая. На каждом этапе мы должны исключить ту или иную патологию, тем самым подобраться к этой опухоли. Итак, на первом этапе мы выявляем повышенную продукцию кортизола и проводим верифицирующие тесты. Это прежде всего повышение уровня кортизола в вечерней крови, это повышение уровня кортизола в моче, суточной моче, это повышение уровня кортизола в вечерней слюне и отсутствие подавления кортизола при проведении ночного подавляющего теста. Если два параметра из этих четырех тестов являются положительными, значит мы говорим о том, что у пациента имеется патологическая форма гиперкортицизма. Второй этап – это дифференциальная диагностика АКТГ-зависимых и АКТГ-независимых форм гиперкортицизма. А иными словами, мы делаем дифф-диагноз между синдромом иценко-кушинга и болезнью иценко-кушинга. Синдром вызывается опухолью надпочечников, а болезнь вызывается как раз опухолью гипофиза. И в этой ситуации главным маркером выступает адренокортикотропный гормон, который при синдроме болезни иценко-кушинга подавляется, а при болезни иценко-кушинга он как раз растет или находится в норме. И третий этап – это топическая диагностика патологического процесса. Другими словами, дифф-диагностика между АКТГ-зависимыми формами гиперкортицизма, как мы подтвердили на втором этапе нашей диагностики, а именно мы локализуем то место, откуда может происходить выброс адренокортикотропного гормона. Это либо аденома гипофиза, и это состояние называется центральный гиперкортицизм, либо опухоль может находиться в легких или в желудочно-кишечном тракте, тогда мы говорим о периферической форме, или об эктопии. Проведенное МРТ, как правило, показывает нам, что опухоль есть. Однако приблизительно в 15-20% случаев кортикотропиномы не видны на МРТ, на полуторатесловом МРТ, который является наиболее употребляемым методом исследования для таких опухолей. И в этой ситуации диагноз ставится зачастую на основании клинической картины и лабораторных данных. Что можно сделать в этой ситуации, если мы не видим новообразования? Мы можем попросить пациента пройти трехтысловое МРТ, благо в наше время мы не испытываем в них недостатка, в этих томографах, но все же они не так распространены, как полуторатесловые. Мы видим одного и того же пациента, одни и те же срезы, и мы видим, что на нижнем срезе опухоль все-таки имеет достаточно очерченные формы. Или, если в вашей клинике есть такие специалисты, то можно провести забор крови из нижних каменистых синусов. Забор крови производится следующим образом. Одновременно берется кровь, периферическая кровь и кровь из нижних каменистых синусов. Вы видите, катетеры установлены в эту зону. И градиент концентрации АКТГ между центральной кровью и периферической более двух, или при стимуляции десмопрессином более трех, говорит нам о том, что процесс локализуется именно в центральной части, в центральной области, а именно в голове. Вот, наверное, основные моменты, которые я хотел сегодня затронуть в рамках нашей передачи «Лето знаний». И хотел сказать, что следующая тема, к которой мы перейдем, но уже, видимо, не сегодня, поскольку это уже не касается диагностики, это будет тема лечения. Мы знаем, что существует три вида лечения основных, это нейрохирургическое, медикаментозное и лучевое. И о них мы поговорим обязательно в следующей передаче. Ну и в завершении я хотел бы сказать, что в феврале 2025 года исполняется 100 лет образования эндокринологического центра, и всем очень рекомендую вписать в план в ваши еженедельники на 2025 год посещение этого замечательного мероприятия. Спасибо за внимание.